Приветствую всех, кто смотрит телеканал Freedom. В студии для вас работаю я, Сакен Аймурзаев, и это традиционная еженедельная рубрика «Обзор текущих событий» с советником руководителя Офиса Президента Украины Михаилом Подолеком. Михаил, я приветствую вас в нашем эфире. Да, здравствуйте, здравствуйте. Важнейшее событие, итоговое событие не только этой недели, но и всего года – это пресс-конференция украинского лидера, президента Зеленского. Мы подробные тезисы обсудим, я несколько отрывков для обсуждения с вами выбрал. Но первое – ваше впечатление. Вы человек не чуждый медиа, вы были в зале этой пресс-конференции. Как вам общение Владимира Александровича с журналистами? Я бы три особенности отметил. Первое – достаточно откровенно и жестко. президент отвечал на вопросы, на те вопросы, которые были сконструированы правильно. Ну, имеется в виду, когда человек хотел получить ответ на вопрос, который действительно имеет значение, а не хотел показаться глубоким экспертом, аналитиком и так далее. То есть это, кстати, очень такая важная особенность во время пресс-конференции. Хорошо было бы, чтобы вопросы были спрессованы по времени, ну, то есть чтобы 30, 40, 45 секунд, чтобы можно было как раз-таки предметно отвечать. Вторая особенность конференции – это абсолютно точное понимание ключевых, скажем так, стратегических преимуществ, которые в 2023 году Украина получила, и те недостатки, которые нужно будет тактически корректировать, вносить изменения, править и так далее. Это очень важные параметры. То есть, грубо говоря, что у нас есть позитивное, что мы должны исправить для того, чтобы 2024 год был тоже достаточно эффективным. И третья составляющая – это основные направления, по которым сегодня идет преимущественная работа. Имеется в виду это и внешние рынки, и внутренние рынки, и рынки вооружения, и инвестиции в военное производство. И все, что касается таких болезненных вопросов, как мобилизация, все это было затронуто в полном объеме. Меньше, чем я бы хотел, были затронуты вопросы и аспекты, касающиеся экономики, потому что все-таки два года войны, и тем не менее украинская экономика, мягко говоря, не провалилась в какую-то там пропасть. То есть, инфляционные показатели абсолютно нормальны, даже по сравнению с некоторыми европейскими странами. И все, что касается стоимости национальной валюты, выглядит пристойно. И возможны зарабатывания денег, в том числе через транзитивные маршруты, я имею в виду те же альтернативные зерновые коридоры и так далее. Все это, можно было бы, конечно, чуть-чуть больше этому уделить внимание, но, к сожалению, вопросы касались больше действительно того, что насущное, то есть имеется война, война и поставки оружия Украине. Еще важный аспект для наших зрителей в Российской Федерации и зрителей по всему миру, который я как журналист отметил, все-таки было много неприятных для президента вопросов, то, что не каждый лидер себе позволяет. Согласны ли вы с оценкой некоторых коллег, что Владимир Зеленский с большим интересом отвечает на вопросы международной политики, что его внимание как лидера заострено сейчас на глобальных темах? Нет, не согласен. Президент готов отвечать на любые вопросы. Вы говорите о том, что были сложные вопросы. Это, безусловно, два года войны, это непростое время, и было бы, честно говоря, трудно ожидать от президента, что он не будет отвечать на вопросы сложные, на вопросы тех, которые действительно создают определенную атмосферу общества, психоэмоциональное состояние общества определяют и так далее. Президент, кстати, всегда готов. Президент Украины всегда готов отвечать и на сложные вопросы. Другой вопрос, что сложные вопросы должны быть вопросами, а не предопределенными, скажем, выводами. Поэтому, когда иностранные журналисты задают вопросы, создается просто такое со стороны впечатление. Когда иностранные журналисты задают вопросы, они как раз-таки хотят получить разъяснение лидера страны. Они, еще раз подчеркиваю, не в вопросе давать свою позицию. Это ощущение могло вызвать у экспертов, что президенту комфортнее отвечать на вопросы международных журналистов. Нет, на самом деле он готов отвечать на любые вопросы, отвечает, в том числе понимая, в каком психоэмоциональном состоянии находится страна. И мне кажется, что для этого этапа войны конференция, которая не модерируется в таком классическом смысле, я имею в виду, когда есть какие-то вопросы отобранные, месседжи, которые нужно послать президент, в принципе, сам очень четко, структурно показал направление, куда мы движемся дальше. То есть какие у нас есть задачи, которые нужно решить в 2024 году, что было решено и что создало задел, хороший задел в 2023. Не все достигнуто. Опять же, президент на этом как раз-таки настаивал. Не все достигнуто. Мы ожидали, давайте прямо скажем, несколько иных результатов наступательных операций, которые бы привели к абсолютно более, скажем так, серьезному психологическому подавленному состоянию в Российской Федерации. Но тем не менее, тем не менее, даже учитывая то, что сегодня происходит, учитывая те позиции, которые Украина сегодня имеет, я думаю, что перспективы 2024 года очерчены абсолютно понятно. И они, кстати, понятны в прямом смысле слова. То есть что нужно делать, чтобы выглядеть эффективнее. Один из важных и очень четких месседжей, который донес президент, это его слова о интеграции в НАТО. Давайте посмотрим этот отрывок, и я попрошу вас разъяснить, что имел в виду президент. Еще до НАТО. Как это может быть? Понимаете, если человек говорит, если он человек, говорит из Москвы, цели специальной военной операции не изменены. Это сигнал, что мира человек не хочет. Правда? Давайте представим себе, что будет, если часть Украины будет в НАТО. Я думаю, что это высокие риски для нас, потому что я уверен, если часть Украины будет в НАТО, вы же сигналы тоже слышали о Финляндии, это значит, что он войдет и начнется война с НАТО. И вот здесь будет вопрос, будут ли вступать страны НАТО, бороться за часть украинской территории, имеющей тот или иной статус в НАТО. Михаил, это большой ответ, мы его целиком дали, и там несколько важнейших, на мой взгляд, пунктов, в частности, о невозможности по частям входить в Альянс, вот эту аналогию с Финляндией. Можете немного порассуждать на тему этого ответа? Здесь не вопрос рассуждения, президент достаточно четко говорит о том, что, знаете, теоретические модели, давайте берлинский вариант, ну, вернее, немецкий вариант использовать, корейский вариант, это все же фикция. Почему? Потому что, с одной стороны, президент четко говорит, НАТО готова ли, потому что, если ты принимаешь там часть Украины, допустим, да, это значит, что ты должен прийти на линию разделения и стать там. Ну, соответственно, НАТО готова это, мы сегодня, абсолютно точно вы понимаете, мы сегодня не имеем конкретного предложения, вступайте в НАТО, допустим, там, в обозримый год-два. Понятно, что есть предложение, вступайте в НАТО после победы в войне с Российской Федерацией, это понятно. Но во время войны никто вам такой, даже если этот конфликт замороженный, что тоже нонсенс, потому что никакой заморозки конфликта невозможно сейчас. Но, тем не менее, НАТО не предлагает вступить, это очевидно. То есть, грубо говоря, у нас нету со стороны НАТО опции «мы готовы вас принять». Это первое. Ну, то есть, я имею в виду теоретические модели, которые строятся на том, что НАТО было бы хорошо принять часть Украины, которая не оккупирована, а часть, которая оккупирована, заниматься ее деоккупацией там какими-то способами, но это абсолютно не учитывает мнение самого НАТО, как это не парадоксально звучит. Вторая составляющая, еще более важная. А кто вам сказал, что Россия с этим согласится? То есть, Россия одной из ключевых целей сегодняшней эскалации и в Украине, и на других направлениях, вы абсолютно правильно замечаете, Финляндия практически в лоб говорит России, что мы, если мы не проиграем эту войну, то мы будем вас атаковать. Ну, то есть, соответственно, Россия одной из целей войны, не военной операции, а полноценной, масштабной, большой войны, называет отодвинуть от себя НАТО. То есть, это причина войны. И вдруг Россия говорит, а, ну да, мы, в принципе, начинали с вами воевать, чтобы забрать маленькую часть вашей территории, а вся остальная стала членом, неотъемлемой частью НАТО, военного альянса. Мы действительно ради этого, собственно, начинали эту полномасштабную войну. То есть, соответственно, Россия тоже, мягко говоря, на этот вариант не согласится, а значит, война продолжится. То есть, нет желания НАТО, и не будет, понятное дело. И, соответственно, Россия точно будет продолжать войну. В чем смысл тогда этих теоретических моделей? Еще раз подчеркиваю, эти теоретические модели абсолютно оторваны от реальности, как правило. Это, знаете, это рассуждают люди далекие. Вот понимание, что такое война сегодня, причины этой войны, ну, к сожалению, не все до конца понимают. И хотя это удивительно, после двух лет практически войны, но, тем не менее, природы российского политического режима как такового, что это нацистский, именно в прямом смысле слова, режим, который воюет ради войны, который воюет ради уничтожения граждан другой страны, ради уничтожения государственности другой страны и так далее. И, соответственно, нету здесь никаких вариантов вот таких теоретических. И поэтому президент четко фиксирует. Смотрите, первое, у нас есть определенные договоренности с НАТО. Второе, у нас есть военные пакеты, военная консультативная помощь от НАТО и целый ряд решений, которые нам позволяют, скажем так, синхронизировать нашу армию с НАТОвским стандартом, как таковым, для армии, которые входят в альянс. Это мы делаем. Дальше. У нас есть политические договоренности, очень выраженные, конкретные. На Вильнюсском саммите они частично были закреплены. Я думаю, что они дальше будут юридически дозакрепляться. Есть позиция генерального секретаря НАТО Столтенберга, который точно говорит, что Украина станет неотъемлемой частью НАТО. Но, вот это но главное, без иллюзий, но когда Украина закончит эффективно эту войну, закончит ее справедливым финалом. И, соответственно, чтобы мы себя не отвлекали, не расслабляли, не говорили себе то, чего нету, и таким образом не отвлекали внимание от главного вопроса, который звучит сегодня так. Украина должна иметь весь необходимый ресурс в полном объеме, в том числе при помощи коллективного альянса, полученный для того, чтобы эффективно оборонять свою территорию, ну и, соответственно, ее деоккупировать. Еще один вопрос был задан президенту о переговорах. Напрямую спросил западный журналист. И вот ответ Владимира Зеленского, прямая речь. У нас есть формула мира. Сегодня это единственная работающая площадка. Последняя встреча на Мальте была очень неплохой. Почти 80 стран. После этого встреча будет в Швейцарии. В рамках форума или на площадке экономического форума будет такой сегмент безопасности. Мы будем работать над тем, чтобы на этой встрече также были представители всех континентов, включая Global South. И чтобы было также 80 стран. Может быть больше. Посмотрим. После этой встречи мы будем работать уже над организацией саммита на уровне лидеров, потому что на этой встрече будут проработаны последние пять пунктов. Михаил, во-первых, почему именно этот ответ прозвучал на вопрос о переговорах? И после того, что сказал президент, он добавил, что после саммита лидеров, когда будет наработана некая дорожная карта, эти предложения могут быть переданы Российской Федерации. Действительно ли это конечная цель? И готовы ли там принять эти предложения? Я бы разделил на две части здесь понимание того, что происходит. Смотрите, на сегодняшний день никаких переговоров с Россией невозможно по определению, потому что Российская Федерация выставляет в качестве, скажем так, начальной диспозиции своей ультиматум. Вы должны капитулировать. То есть Россия пока не получит поражение или пока не окажется в полноценной изоляции. Это как раз то, что касается формулы мира. Чуть сейчас ниже об этом буду говорить. Так вот, Российская Федерация не хочет никаких переговоров. Россия не заходила на территорию России, на территорию Украины полномасштабно. Не обрушала собственную репутацию. Не перестраивала собственную экономику на военные рейсы в полном объеме. Не вкладывала 500 тысяч живых, мертвых, раненых, ампутированных. Для того, чтобы с вами о чем-то договориться. Россия хочет выиграть войну или она готова ее проиграть. Ну, готова я сейчас сарказмом говорю. Соответственно, переговорных позиций нету. Потому что, еще раз подчеркиваю, если в сегодняшнем состоянии начинать переговорный процесс, этот переговорный процесс будет выглядеть как попытка еще раз принудить Украину капитулировать. Опять же, оставить и юридически оставить за Россией определенные территории. Отказаться от своей субъектности, отказаться от своего суверенитета. И, в принципе, постепенно деградировать в сторону такого классического марионеточного государства, которое не будет иметь никакой самостоятельности ни на внутреннем, ни на внешних рынках. Ну и, соответственно, рано или поздно Россия дооккупирует или дозавоюет эту территорию. Вот переговорный процесс, который бы устроил Российскую Федерацию. Все остальное ее не устраивает. Теперь, что касается формулы мира. Да, безусловно, для того, чтобы не было никаких спекуляций. Вот мы помним с вами, да, где-то полтора года назад появлялись разные инициативы. А давайте-ка вы сядете за стол переговоров. Давайте-ка начинать что-то разговаривать. Вот для того, чтобы на самом деле это были предложения согласитесь с позицией Российской Федерации. Сейчас в мире есть консенсус, что да, формула мира, предложена господином Зеленским, она оптимальна. С точки зрения того, что мы можем вернуться к международному праву, к международным правилам как таковым. Для этого нужно, чтобы формула мира была осознанно принята многими странами, которые в том числе относятся к странам с нейтральной позицией по этой войне. И тогда давление на Россию будет другим. И тогда будет два параллельных процесса. С одной стороны, вместе с коалицией, получив достаточное количество инструмента, необходимого для эффективного ведения следующих этапов войны, Украина должна будет военным путем все-таки получить тактические поражения России на том или ином направлении. И с другой стороны будет вот это общественное, ну или вернее политическое глобальное давление большого количества стран, что Россия должна, мягко говоря, учитывать позицию первой Украины, второе международного права как такового. И вот тогда, конечно же, формула мира, которая точно фиксирует все, что нужно по результатам этой войны получить, и что будет справедливо по отношению, еще раз по человеку, международному праву, то, соответственно, тогда можно будет вести какие-то переговорные процессы. Сейчас это нонсенс. Михаил, еще к другим новостям. На минувшей неделе издание New York Times опубликовало информацию о том, что администрация Джозефа Байдена активно ведет переговоры с союзниками по Большой Семерке о том, чтобы передать Украине 300 миллиардов замороженных российских денег. Является ли это альтернативой тому сложному процессу, который сейчас происходит, в Штатах по поддержке Украины, и как на эту перспективу смотрят на Банковой, где вы работаете? Сама идея использовать российские замороженные активы блестяще, потому что Россия должна получать наказание здесь и сейчас, а не когда-то в будущем. И поэтому, скажем так, изъятие ее ресурсов – это тоже одно из фундаментальных наказаний для России. И это наказание еще и будет выглядеть символично для тех стран, которые имеют бизнес-отношения, продолжают иметь бизнес-отношения с Россией. Поэтому сама по себе эта идея блестящая, несомненно, и нужно искать любые юридические способы ее реализации. Я думаю, что такие способы будут найдены. Вторая составляющая – нет, это не альтернатива и не замена прямой непосредственной помощи национальных правительств Украине. Ну то есть, грубо говоря, на мой взгляд, это должно выглядеть так. Есть пакетные помощи, касающиеся поддержки нашей экономики, касающиеся, самое главное, поддержки наших военных возможностей, в том числе инвестиций в военное производство и в том числе поставки тех видов и инструментов для ведения боевых действий, которые сегодня наши партнеры нам оказывают. Это должно точно так же продолжаться, потому что все-таки давайте будем объективны иметь сопоставимый с российским военный, милитарный бюджет или сопоставимый с российской военное производство. Ни одна страна Европы не может себе позволить. Быстро это развить до такого паритетного уровня тоже невозможно. Поэтому только в рамках коалиции, только когда те или иные государства принимают решение о выделении пакета военной помощи, Украина будет эффективно сражаться на поле боя. И, соответственно, с одной стороны, безусловно, замороженные активы должны работать. За ресурсы, которые в этих активах находятся, ну, то есть за деньги, которые там есть, можно будет резко расширить возможности покупки или инвестиций военной производства, или покупки военной техники. С другой стороны, непосредственные военные пакеты, которые идут от стран-партнеров, они должны идти, потому что это ситуативное решение тех задач, которые на сегодняшний день перед Украиной стоят. Еще успеем обсудить Польшу. Изменилось правительство. Новый министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский был в Киеве, был на Банкове, встречался с президентом, со своим коллегой. Радослав Сикорский огромный друг Украины, как журналист, публицист, политолог, и, надо сказать, и его супруга, выдающийся журналистка и пуллицеровский лауреат Энн Эпплбаум, оба поддерживают Украину. Михаил, ваши оценки нового кабинета? Какие надежды вы строите, команда президента строит в связи с тем, что новые люди в Варшаве пришли к власти? Я крайне позитивно отношусь к Польше, в принципе, потому что в течение всех двух лет войны, ну, практически двух лет войны, она оказывала неоценимую помощь. С точки зрения базовой транзитивной страны, через которую шло все снабжение, Польша, кроме того, действительно активно адвокатировала наши позиции на глобальном рынке, и во многом благодаря Польше, наряду с Британией, допустим, или с Литвой, с целым рядом других стран, но, тем не менее, Польша ключевую роль отыгрывала, чтобы вот эта коалиция состоялась, в этой коалиции было четкое распределение ролей, коалиция, я имею в виду, проукраинская, и, соответственно, Польша очень активно модерировала эти процессы максимизации помощи Украины и так далее. Да, у нас есть некоторые сегодня конфликтные ситуации, связанные с экономиками национальными, и, в принципе, давайте все-таки объективно говорить о том, что в рамках Европейского Союза, несмотря на то, что это единое экономическое пространство, между странами часто возникают экономические споры, и это нормально, потому что всегда национальные правительства в той или иной степени, ну или те или иные отраслевые сообщества в той или иной стране пытаются свои интересы протекционистки защитить, и поэтому возникают конфликты, но, тем не менее, что касается правительства господина Туска, которое является абсолютно проевропейским, абсолютно ориентировано на Брюссель, абсолютно заинтересовано в максимально тесной интеграции Польши в Европейский Союз, и, соответственно, мне кажется, что мы с вами знаем позицию Брюсселя и с точки зрения тех конфликтных ситуаций, которые у нас на границах с Польшей возникают, и с точки зрения блокады грузоперевозок. Брюссель абсолютно на стороне Украины, и, на мой взгляд, Туск, который ориентируется, например, Туск, который ориентируется на Брюссель, тоже будет считать необходимым быстро эту проблему решить. Приезд Секорского – это как раз один из ключевых сигналов, что Польша возвращается в максимально комфортное отношение с Украиной, в том числе и с точки зрения экономики, в том числе и с точки зрения понимания, что Украина должна иметь возможность получать для своей экономики ресурсы, потому что за счет этих ресурсов, прежде всего, мы тратим деньги на армию, на содержание вооруженных сил, 1,8 триллиона гривен, напомню. И, соответственно, я думаю, что вот этот визит символизирует готовность Польши максимально быстро в консультациях с Украиной, на уровне правительств Украины, Польши, прийти к разрешению вот этих небольших конфликтных ситуаций на границе. Еще один очень важный гуманитарный вопрос. Офис омбудсмена украинского Дмитрия Лубенца сообщил о том, что в Украину вернулись тела 66 украинских воинов, защитников Украины, которые погибли, находились эти тела в руках Российской Федерации, никогда Украина своих не бросает. И сегодня также офис омбудсмена сообщил о том, что произошел гуманитарный обмен с офисом, уполномоченным по правам человека России Москальковой. Передали друг другу письма для военнопленных. Михаил, что с пленными? Будет ли обмен людьми пленными? Мы все ждем. Аккуратно тему эту комментируем. С учетом того, что Россия крайне тяжело идет сейчас на обмены пленных. У нас есть несколько направлений. То есть имеется две обмен военно-пленных и обмен гражданских лиц. и возврат детей. То есть три таких больших направления. В принципе, переговорные процессы на этих площадках активно ведутся. У нас штаб, в который, кстати, входит господин Лубенец, штаб по обмену и военнопленными, и гражданским населением активно работает. И предлагаем любые формулы. Надеюсь, что это будет реализовано, потому что действительно крайне важно все-таки вот эту гуманитарную составляющую хоть как-то соблюдать, я имею в виду, я сейчас говорю о Российской Федерации. Но давайте аккуратно комментировать эту тему. Почему? Потому что тема очень и очень чувствительная. И я имею в виду чувствительная с точки зрения ведения, собственно, переговоров. И учитывая то, насколько симпатии, что ли, я опять же сарказмом говорю, Россия ставится к таким понятиям, как гуманитарное право. О, да. И в самом конце, Михаил, я хотел тоже с вами, люблю, обсуждать гуманитарные вопросы. В понедельник будущий впервые в Украине Рождество будет отмечаться, в том числе и православными, 25-го числа. На днях меня коллеги с «Голоса Америки» спросили, а что в этом больше, желание отпочковаться от России или присоединиться ко всему миру, который отмечает 25-го? Поэтому этот вопрос я адресую вам. Чего больше в этом и как вы будете отмечать? Я хочу, чтобы мы с вами понимали одну простую вещь. Мы не анти-Россия. Нам должно быть с вами безразлично, что происходит в России. Они не являются частью современной цивилизации. Они фиктивно те или иные даты используют для того, чтобы делать вид, что они как-то тоже относятся к человечеству современному. Нам не интересует, нас с вами не должно интересовать, что думает, что делает, куда двигается, какие праздники отмечает Россия. Современная Россия — это не является страной, с которой можно иметь какие-то долгосрочные стабильные отношения. Для Украины очень важно зафиксировать своё место историческое, которое всегда таковым было в Европейском Союзе. И, соответственно, мы с вами отмечаем те дни, которые важны для современной цивилизации вместе с той частью цивилизации, к которой мы относимся. К Европе мы относимся. Россия не относится к европейскому континенту. Ну, формально географически часть России, конечно, находится там. Но с точки зрения ментальных особенностей, конечно же, это совершенно другой народ, совершенно другая цивилизация, которая, к сожалению, является максимально агрессивной, максимально экспансионисткой, максимально жаждущей крови других народов. Поэтому мы выстраиваем свои отношения с миром в рамках тех традиций, тех правил, тех свобод, в которых этот мир живёт. Мы с вами являемся неотъемлемой, ещё раз подчёркиваю, частью европейского пространства и культурно, и информационно, и политически, и исторически. Я надеюсь, что будем являться экономически и в военном смысле неотъемлемой частью европейского континента. Поэтому давайте ориентироваться на свои потребности. Вот это очень важный момент. На свои потребности. Не обращать внимания, что говорит Россия, что делает, как она называет что-то. Вот это была большая трагедия Украины, что в течение 30 лет мы всё время обращали внимание, а как Россия отреагирует на вот эту инициативу, а как Россия будет оценивать, если мы будем делать какие-то движения, а как Россия будет смотреть, если у нас с национальными героями будут вот этот пантеон и так далее. Вот это была ошибка. Нам должно быть с вами абсолютно безразлично. Что говорит, что делает, как нас оценивает Россия. И особенно заметно это станет, как только Россия проиграет эту войну, они будут тише воды, ниже травы себя вести, когда будут слышать слово «Украина». Это ещё один важный элемент этой войны. Если мы хотим, чтобы наши дети не испытывали какого-то там оскорбительного воя со стороны Российской Федерации, Россия должна проиграть. И запомнить этот проигрыш на, ну, хотя бы лет 50-60, потому что мы понимаем, что дальше они обратно вернутся в своё вот это естественное состояние ненависти по отношению ко всем окружающим. Да, естественное агрегатное состояние. Спасибо, Михаил, за этот разговор. Благодарю вас. Это был Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса президента Украины и традиционная рубрика «Обзор текущих событий» с Михаилом Подоляком. «Обзор текущих событий»